Приветствую вас, мне 18 и я беременна, с парнем все хорошо, он знает, родители его и мои знают, и как бы все рады, я часто думаю про аборт, просто я очень боюсь, боюсь семейной жизни, что парня еще не особо знаю, встречаемся 7 месяцев, боюсь, что отношение к друг другу изменится, что хуже станет, бытовуха, трудности, еще то, что я еще мала для этого не пожила для себя, не жила отдельно от родителей, толком не работала и жить первое время у его родителей, я не хочу, что мне будет некомфортно, как в гостях, и замуж по беременности мне тоже не очень нравится, но я и хочу ребенка и семью, и не хочу потерять парня. Знаете, я бы для начала определился с тем, какие у вас, в общем-то, приоритеты, да, то есть вы чего хотите и чего не хотите, вот это, наверное, такой, в данном случае, ключевой момент, то есть если вы говорите, например, о том, что хотите семью и ребенка, то я не очень понимаю, о чем здесь конкретно идет речь, в смысле того, что а вы же, получается, как бы сами себе в этом смысле, как будто противоречите, что ли, то есть если вы говорите, что вы не пожили для себя, если вы говорите, что, там, как-то вот не хотите быть обыдавухи, там, и всего прочего, то в общем и целом, как мне видится, это и есть, в общем-то, это и семья, то есть чего вы хотите и чего вы не хотите, и, как бы, какие у вас приоритеты, вот, что, пожалуй, важно вам здесь увидеть, на мой взгляд, потому что, мне думается, что вы просто запутались немножечко в том, что вам нужно и так далее. Дальше, в том, что касается ваших отношений с парнем, да, то действительно может случиться разное, действительно может случиться всякое, и это, наверное, абсолютно нормальная история, я думаю, что вы как-то здесь, в этом смысле, себе не доверяете, я думаю, что в этом смысле вы, ну, как бы, движимы не своими, вот, желаниями, да, а вы движимы именно, вот, каким-то, может быть, чувством блага, да, каким-то, может быть, ощущением, ну, что вы должны, вот, и так далее, но ведь решать по большому счету, по большому счету решать этот вопрос только вам и никому больше, вот, потому что это ваш ребенок, это ваше тело, это ваша жизнь, и только вам, ну, только вы можете решать, как вы распорядитесь ею своей жизнью, а у меня это было такое ощущение, что, что вы пытаетесь, как бы, оправдать уже здесь ожидания окружающих, и, соответственно, боитесь осуждения там, и так далее, вот, вот, и в этом смысле, поскольку речь идет о довольно серьезном вопросе, то решение, на мой взгляд, принимать только вам и никому больше, то есть это только вам принимать решение, и не для кого-то, а для себя, вот, то есть это именно ваше решение, поэтому я думаю, что вам нужно поработать немножечко над развитием доверия в себе, и со своими страхами, чего именно вы боитесь, то есть вы говорите, что боитесь потерять парня, а что значит потерять, и что вы в это вкладываете, то есть что вы вкладываете в то, что, ну, можете кого-то потерять, то есть, что вы, что вы в это вкладываете конкретно, как это, то есть, ну, вот, ну, вот, потерять, например, там, вашего парня, да, в этом смысле, вот, как это потерять, то есть, что это означает, вот, понимаете, да, то есть, что, что означает то, что вы можете, вот, потерять парня, и так далее, и так далее, вот, ну, а, так, в целом, у вас, вот, есть конфликт, у вас есть, это, противоречия, вот, вот, так скажем, да, и вам оно, это противоречие, само собой мешает, и мешает, в общем и целом, довольно сильно, вот. Мне кажется, что вами движет некое такое желание быть хорошей, мне кажется, что вами движет, движет, вот, такая, ну, потребность, что ли, оправдать ожидания людей, вот, вот, и вы где-то действительно подозреваете, что ваши отношения с, допустим, вашим парнем не являются, к примеру, крепкими, не являются, к примеру, какими-то надежными, устойчивыми, и так далее, и это нормально. Вот, я думаю, что в какой-то степени психотерапия могла бы помочь вам в той или иной степени этот вопрос решить, то есть вы могли бы вместе с парнем обратиться, значит, на консультацию для того, чтобы, вот, кратки, разобрать вопрос, вопрос ваших взаимодействий, ваших взаимоотношений, вот, чтобы в них как-то, ну, лучше себя, к примеру, да, понять, вот, чтобы в них как-то лучше разобраться, и, вот, и чтобы лучше понимать, куда вы идете и, значит, с кем, вот. Вам также необходимо выстраивать уже сейчас свои личные границы, вам также необходимо выстраивать уже сейчас границы по защите своих, значит, ценностей, вот, по защите своих интересов, да, и не ждать, что кто-то, в том числе и ваш парень, будет ваши интересы защищать. Я также думаю, что дальнейшее, ну, просто продвижение позиции, в которой вы являетесь зависимой, да, не пойдет на пользу вам и, в общем-то, вашей жизни в дальнейшем. Вопрос заключается в том, да, насколько, допустим, считается вашим мнением, причем считается вашим мнением ваш парень. Дело в том, что родители – это не ваша семья, родители – это не те люди, которые, скажем так, активно будут с вами взаимодействовать, вот, вы и ваш парень – это, вот, в общем-то, тот союз. На данный момент союз такой больше, наверное, духовный, психологический, да, вот, ну, как бы, опираясь на который вы можете дальше идти по жизни. Не ваши родители, не его, не ваш. С другой стороны, принимая во внимание некоторые ограничения, да, я думаю, что очень важно вот вам для себя определиться в границах приемлемости того, что будет происходить в вашей жизни с вами лично, вот, и с вашими спарными отношениями, вот, я думаю, да, я думаю, что границы, границы приемлемости здесь очень важны. Не блокировать, не подавлять чувство протеста, чувство несогласия, чувство злости. Планомерно продвигать некоторую такую идею вашей приоритетности, вашего решения, вашего видения и ваше восприятие вместе с вашим парнем. Решения за вас никто не примет, как вам поступать дальше, но я думаю, что имеет смысл разобраться в себе. Ну вот, я думаю, что имеет смысл разобраться в себе, потому что одно дело, если вы не готовы, допустим, к примеру, стать родителем, это одно, другое дело, если у вас страх, это немножко другое. Дело в том, что страхи не означают осуществлые желания. Кроме того, я думаю, что то, что произошло, в целом, не является случайностью. То есть вы говорите о том, например, что вы не знаете достаточно своего парня и общаетесь только 7 месяцев. Да, но тем не менее, то, что произошло, говорит о том, что вы как-то вот, ну, наверное, в какой-то степени, скажем так, не привели должного внимания к собственной осторожности почему-то, да? Вот. И, в общем-то, это наводит на определенную мысль о том, что вы в целом, возможно, не внимательны к себе, о том, что вы в целом, возможно, как-то пропускаете какие-то важные вещи в своей жизни, привыкая опираться на других людей. И, может быть, для вас это еще привычно, но, тем не менее, во взрослой жизни желательно, чтобы этого было как можно меньше. И то есть ваши родители рады, готовы помочь, это, конечно, хорошо, но есть и другая сторона, страна, в которой вы, по сути дела, ну, можете оказаться в ситуации, где вы ничего не решаете. Я не думаю, что это хорошо. Ну, вот. Поэтому все взрослые, все, соответственно, не только за себя, вот. И, соответственно, это нужно подпугать. Поэтому я думаю, что, в первую очередь, наверное, посмотреть, какие отношения у вас с вашим парнем являются необходимыми. Посмотреть, что это за отношения, посмотреть не с точки зрения любви, не с точки зрения романтики, а с точки зрения вашего взаимодействия, с точки зрения взаимопонимания, с точки зрения кооперации, с точки зрения того, что вас объединяет, и что вас связывает, с точки зрения того, какое значение для вас имеет происходящее для него, и где вы в этом пересекаетесь, и каким образом. Вот. В этом я и считаю, что самым лучшим решением было бы вам вместе с вашим парнем обратиться на консультацию к психологу и проговорить все, что вас волнует. Обговорить об этом. Если вы сами сделать этого, по какой-то причине не можете. Вот. А никто не скажет, что будет дальше. Никто не даст вам никаких гарантий, никто не скажет, что вы не столкнетесь с какими-то препятствиями, с какими-то проблемами и так далее. Они, скорее всего, будут. И дело здесь совсем не в том, чтобы героически решать проблему. Дело здесь совсем не в том, чтобы хорошо решать проблему. Героически и хорошо проблемы решают очень маленькое количество людей. Я бы даже сказал, что, наверное, никто. Или почти в кисточке. Важно в том, чтобы эти проблемы решать. Важно в том, чтобы принимать решения. Они могут быть не идеальными. Они могут быть не самыми лучшими. Они могут быть не популярными. Что называется. То есть решения, которые в целом не одобряются, например, вашими родителями. Ну и что? Это ваша жизнь. И вы, только вы, решайте, как вам ее проживать. Но вы же сталкиваетесь и с последствиями этого. Понимаете? На мой взгляд, на мой взгляд, речь не идет прямо-прямо-таки о какой-то ошибке с вашей стороны. На мой взгляд, речь идет об опыте. Об опыте того, что получается, когда человек принимает решение. Сейчас вы с этим столкнулись. Так получается. И так во всем. Это не касается вашей ситуации. Так во всем. Мы что-то делаем, мы принимаем решения, мы получаем последствия. Не всегда эти последствия, они хорошие, они правильные, они ожидаемые, но они и сталкиваться с ними, встречать их, проживать их, реагировать на них, принимать решения, такие, какие мы считаем для себя приемлемыми. Вот наша задача. Да, это действие, скорее, вопреки. Это правда. Но, только так, можно быть слабым. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.